Всем привет, в этом видео я покажу как создать мультизагрузочную USB флешку с операционной системой Windows 7, 8, 10 и даже Ubuntu. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С такого носителя вы сможете установить не одну операционную систему, как с обычной установочной флешки, а несколько систем на выбор. Далее вы увидите, где скачать официальные образы операционной системы Windows 7, 8 и 10 разной разрядности, а также как их добавить на носитель с автозагрузкой. А теперь давайте разберем, как создать такую флешку. Итак, для начала нужно скачать программу WinUSB. Эта программа способна записывать на диск несколько образов операционных систем одновременно. Это могут быть системы Windows, Windows PE, различные образы LiveCD, которые не требуют установки, а также операционную систему Linux. Количество таких образов ограничено лишь объемом накопителя. Скачать данную утилиту можно с официального сайта, ссылку вы найдете в описании под видео. Программа не требует установки, вам просто нужно запустить этот файл, желательно от имени администратора, и она готова к работе. Лицензионные образы операционной системы Windows вы можете скачать на сайте Microsoft. Единственное, для скачивания семерки вам понадобится лицензионный ключ. С этого сайта без ключа скачать Windows 7 не получится. После запуска программы подключите USB флешку к компьютеру. Если на ней присутствуют важные данные, скопируйте их на диск компьютера, так как в процессе создания загрузочной флешки она будет отформатирована, удалена вся информация. В открывшемся окне программы справа вы увидите варианты добавления. Это может быть ISO образ операционной системы, DVD диск с дистрибутивом, образ Windows PE портативной операционной системы и образ Linux Ubuntu. Также можно прямо из приложения загрузить свежую Ubuntu, инструмент восстановления AVG-Risque, антивирус AssetNo32 и пакет драйверу, драйвер пак нетворк. Чтобы добавить образы Windows нажмите кнопку ISO, выберите скачанный файл с системой и откройте. Затем укажите имя, чтобы при установке было понятно, какую конкретно операционную систему вы выбираете. Для добавления следующего образа Windows повторите манипуляции из предыдущего пункта, выберите файл образа и задайте имя, которое будет отображаться при установке. Если требуется записать на мультизагрузочную флешку образ Windows PE, выберите кнопку WinPayISO и откройте ее образ. Как создать Windows PE у нас на канале есть отдельное видео, смотрите по ссылке в описании. Добавление образа Linux Ubuntu. Откройте раздел OSN Drivers. Если у вас уже есть на диске нужный инсталлятор, выберите Ubuntu ISO файл и укажите путь к нему, а если же нет, выберите загрузку образа и укажите битность. Образ системы будет скачан в процессе создания загрузочной флешки. Чтобы добавить несколько образов одинаковых систем, например, версии Windows 7, 32 и 64 разрядности, повторите те же действия нужное количество раз. Главное, убедитесь, что ваш накопитель имеет нужное количество свободного места. Если вы планируете ставить, к примеру, Windows 7, желательно добавить и пакет драйверов, чтобы после установки операционной системы установить самые необходимые из них для работы сети, а все недостающие уже можно будет скачать прямо в настройках Windows. Для добавления драйверов выберите OSN Drivers, найдите вкладку Drivers, а затем кнопку ADD Drivers Pack. После ее нажатия пакет добавится в список систем. Чтобы записать мультизагрузочную флешку, после добавления нужных образов в систему, нажмите в нижнем углу кнопку Next. Затем нужно выбрать файловую систему для флешки. Учтите, что новые компьютеры с UEFI поддерживают FAT32, но могут не работать с NTFS. А вот старые компьютеры, наоборот, зачастую не понимают USB накопители в FAT32 на уровне BIOS. Поэтому, возможно, придется поэкспериментировать с файловыми системами. В дальнейшем также может понадобиться переключить в UEFI загрузчик на BIOS совместимый. Подтвердите форматирование накопителя и дождитесь завершения процесса. Если USB накопитель небыстрый, процесс может занять полчаса и больше. Первым делом, приложение скачает те данные, которые нет у вас на диске. Дистрибуйте в Ubuntu, Пакет драйверов и другие утилиты. А уже после приступить к записи ISO-образов. По окончанию процесса программа сообщит о готовности мультизагрузочной флешки. Вот и все. Теперь ее можно использовать для загрузки и установки операционной системы. При загрузке с флешки выберите нужный дистрибутив в загрузочном меню диспетчере загрузки Windows. Если у вас возникли проблемы при загрузке с флешки, у нас на канале есть хорошее видео, которое поможет вам. Смотрите по ссылке в описании. В случае проблем с загрузкой или установкой, и если вы увидите какую-то ошибку при установке, попробуйте записать флешку с другой файловой системы. Если вы записали в FAT32, попробуйте в NTFS или же наоборот. Также стоит попробовать переключить BIOS или UEFI режим загрузки. Во избежание возникновения проблем нежелательно одновременно записывать на диск дистрибутивы операционных систем с разным режимом совместимости, объединять инсталляторы, совместимые и несовместимые с UEFI. Существуют и другие способы записать мультизагрузочную флешку, но они сложнее. К примеру, можно воспользоваться программой WinSetupFromUSB. Скачать данную утилиту можно с официального сайта. Ссылку вы найдете в описании. Подключите флешку и запустите программу. В главном окне программы, в верхнем поле, выберите тот USB накопитель, на который будет производиться запись. Все данные на нем будут удалены, как и в предыдущем варианте. Здесь отметьте этот пункт. Это позволит автоматически отформировать вашу флешку и приготовить к созданию загрузочной. Для создания флешки для UEFI-загрузки и установки на GPT-диск используйте файловую систему FAT32 для Legacy NTFS. Далее укажите, что нужно добавить на флешку. Также, как и с предыдущей утилитой, возможно добавить несколько дистрибутивов, в результате чего вы получите мультизагрузочную флешку. Установите отметку возле нужных пунктов и укажите путь к файлам. После того, как все необходимые файлы были добавлены, просто нажимаем кнопку Go, соглашаемся и ждем. Если вы делаете загрузочный USB накопитель, на котором присутствуют Windows 7, 8 и Windows 10, при копировании файла Windows Vim может показаться, что WinSetup from USB завис. Но это не так. Наберитесь терпения и дождитесь окончания. По завершению процесса вы получите соответствующее сообщение, вы можете добавить на флешку следующие образы Windows 2000, XP 2003, Windows Vista, Windows 7, 8 и 10, Windows Server 2008 и 2012. Различные версии Windows PE и образы операционной системы Linux. Данная утилита позволяет редактировать меню загрузки. В дополнительных параметрах Advanced Options есть возможность настроить отдельные образы, помещенные на USB накопитель. Например, добавить драгора к установке Windows 7, 8 и Windows 10, изменить имена пункта в меню загрузки с накопителя, а еще использовать не только USB устройства, но и другие накопители. Существенным достоинством данных утилит является возможность установки образов загрузочных антивирусов. Поэтому, используя мультизагрузочную флешку, вы всегда сможете просканировать жесткий диск на вирусы и сделать резервные копии перед установкой операционной системы. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.